Привет всем! Сегодня поговорим о недостатке нашего брюлика. После первой выставки, где один эксперт сказал слабый подбородок, проблема в кости, второй эксперт сказал, что ему хочется, а третий эксперт, что отличный подбородок. На тот момент я не поняла. Когда шла на первую экспертизу, я не сомневалась в компетентности эксперта. Я считала, эксперт это эксперт, но после первой экспертизы, когда тебе говорят, у вас проблема в кости, ты понимаешь, что это значит брак и в племенном разведении участвовать нельзя, необходима кастрация. После выставки я связалась с заводчицей нашего питомника Лайет Стар. Она мне скинула скрины экспертных оценок отца брюлика. И я заметила такую статистику. Российские эксперты и СНГ стран ставили все слабый подбородок. А немецкий и латвийский эксперт – отличный подбородок. Почему так? Предположений на тот момент было много. Если у вас выставочный курильский воптейл, то поделитесь, пожалуйста, своей статистикой. Мне очень интересно. После прочтения отзывов об экспертах и как топовый эксперт сам спрашивает, как и кого судить, такие организаторы выставок, как этот, что написал такой отзыв – это один на миллион. Но исходя из этого, можно сделать вывод, мне очень повезло, что одним из экспертов оказался президент ВЦФ. На тот момент брюлику было 7 месяцев. Это возраст, когда видно уже качество кота и когда решается вопрос – участвовать в племенном разведении или не участвовать. В январе месяце я узнала, что во всем Дальнем Востоке не найти кота с сильным подбородком, так как мы все заводчики общаемся между собой. В такой ситуации мне понадобилась помощь. После прочтения статьи о племенном разведении на сайте ФАРУС я задалась вопросом. Недостаток у курильских бактерилов на Дальнем Востоке возникает по причине слепоты заводчиков, то есть заводчики не замечают недостаток породы и не улучшают поголовье породы, по причине неправильно принятых стандартов породы или же по причине некомпетентности экспертов. В феврале я написала письмо ФАРУС и попросила помощь в данном вопросе, так как мой код из системы АСАЛЮКС, а экспертные оценки получал в системе ВЦФ. Мне понадобилась третья сторона как независимая сторона. На мое письмо мне ответили и мы переписывались целую неделю. Если честно, мне хотелось, чтобы вы мне доказали, что это слепота заводчиков. Тогда я бы успокоилась и не парилась в племенном разведении. Но вариант ликвидировать слепоту заводчиков и методом селективного отбоя выводить курилов с сильным подбородком, это значит настоящих курильских бактерилов со слабым подбородком с курильских островов признать бракованными. В конечном итоге на мантерике будут курилы с одними характеристиками, а на островах с другими. Сложилась ситуация, когда настоящие курильские бобтейлы оказались не по стандарту, только потому что их создала природа. По второй причине неправильно принятых стандартов породы мне дали понять, что термин «слабый подбородок» – это вообще неправильная формулировка. И чтобы узнать третью причину – некомпетентность экспертов, мне пришлось пойти на курсы филинолога и изучать генетику. В общем, в марте я стала сертифицированным филинологом. Но считаю, что филинолог я не самый лучший, потому что знаний у меня не так много. Мне постоянно необходима консультация специалистов. На момент, когда пришла на курсы, я уже плохо думала о российских и СНГ-экспертах ПЦФ. Но генетик-эксперт Екатерина Зарубина изменила мое мнение. Она просто взяла и нарисовала отличия подбородков. У нас, заводчиков курильских бобтейлов, аудитория была пятя. И все мы возмутились хором. Почему эксперты хотят видеть подбородки у курил, как у сибиряков? И никто не знал ответа. По окончании курсов я перестала злиться. Я поняла причину, почему эксперты докапываются к подбородкам курил. Я также поняла, что не все эксперты такие. В апреле месяце мы вступили в Куб ВЦФ. На данный момент код титуруется по системе Ассалюкс и ВЦФ. Ассалюкс и ВЦФ.